Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться двумя рецептиками приготовления вкусной заготовки из чесночных стрелок. Я надеюсь, что вы их уже собрали, потому что чесночные стрелки, когда становятся прямыми, они становятся жесткими. А вот пока они закручены, они мягенькие. И пора уже их приготовить и обязательно собрать. Сначала их нужно будет почистить, то есть отделить вот эту верхушечку от основной стрелки. Стрелки у нас готовы. Нужно взять 3 сладких перца, 3 острых перца. Обязательно их почистим и измельчаем. Если вы любите поострее приправку или соус, делайте вместе с семенами, потому что семена содержат больше всего остроты. Я сделаю семенами. Ну а теперь будем измельчать стрелки. Вот видите, остались и крупные части. Не нужно так оставлять, значит мы сейчас еще немножко подобьем. Берем емкость металлическую и масло. Наливаем примерно полстакана. У всех стаканы разные, поэтому где-то примерно 150 миллилитров. Отправляем на плиту и разогреваем до 70 градусов. Нужно добавить соли. У меня получилось 3 перца сладких, 3 острых и где-то полкилограмма перекрученных стрелок. То есть на этот объем мы должны добавить столовую ложку без горки соли. У меня адыгейская. Можете положить обычную. Перемешиваем. Но, кстати, я советую попробовать все равно на соль, потому что соль у всех по-разному по вкусу. Масло у нас готово. Главное, чтобы оно было горячим до 70 градусов. Теперь нужно по поверхности чеснока его аккуратненько проливать. Все тщательно перемешиваем, чтобы полностью весь чеснок покрылся маслом горячим. Получается очень вкусный запах чесночного масла. Вот когда перемешаем, все. Можно дать постоять хотя бы минут 5. А пока наливаем примерно грамм 50 масла и также ставим на плиту подогреть. Чеснок постоял. Перекладываем к перцу. И все тщательно перемешиваем. Я поняла, что мне соли будет мало, я еще добавляю. Теперь, что мы делаем, наполняем баночки. И нужно хорошенечко утрамбовать, чтобы не было пустот. Берем разогретое масло, которое мы специально ставили, и сверху поливаем. Теперь аккуратненько протираем ободочек. Закрываем крышкой. Соус мы разложили. Его можно хранить без стерилизации полгода в холодильнике. Но я все-таки всегда делаю стерилизацию, потому что иногда он дольше стоит. Я сейчас поставлю на воду на минут 15 покипеть. Пока у нас стерилизуются баночки, мы приготовим второй рецептик. Опять также измельчаем блендером стрелки. Берем сливочное масло. Хорошо, если оно домашнее. Но если покупное, берите хорошего качества. Берем погружной блендер. И перемалываем. Теперь нам нужно масло упаковать. Беру пленку и емкость. И выкладываем. Закрываем. Вот такими вкусными рецептами я хотела с вами поделиться. Масло чесночное очень вкусное. Надо бутерброд намазывать. Можно добавлять в различные блюда. В картофель. Можно даже заправлять суп. Кстати, очень вкусный грибной суп, куда добавляют маслицу. Можно даже на выпечку, в пиццу, куда хотите. Очень вкусно. И вот такой прекрасный соус, который можно подавать к мясу, к шашлыкам. Очень вкусный. Приготовьте. Не пожалеете. Замечательные заготовочки, которые порадуют вас и летом, и зимой. Ну а всем, кому понравились рецепты из чесночных стрелок, поставьте пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok